Телеканал КРТ представляет А не кажется ли вам, что нас уже настолько не уважают и считают не то, что за Папуасу, я даже не знаю, за кого, что позволяют себе все нам советовать и навязывать? Вот то, что происходит с прокуратурой, когда за 6 лет поменяли 6 генеральных прокуроров Украины и не Украины, когда уже генеральная прокуратура, те люди, которые десятилетия отдали службу в этой структуре, который карьерный рост состоялся, начиная от помощника прокурора районного уровня, следователя районной прокуратуры, до руководящих должностей в Генеральной прокуратуре Украины, когда они жизнь положили на то, чтобы эту азбуку прокурорскую усвоить и применять ее, их просто повыгоняли. В угоду кому? В угоду вот этим госдеповским чиновникам, Иванович и другие, Байден, которые не заинтересованы в том, чтобы у нас было сильное государство. Я не хочу здесь говорить о политике, но оно так и есть. Мы себя не уважаем. И в первую очередь благодаря тем президентам, которые позволили войти этим иностранным организациям, тем организациям общественным, которые финансируются зарубежными спонсорами и лоббируют их интересы в Украине, для того, чтобы фактически быть агентами этих государств, разваливать изнутри эти мощные правоохранительные структуры, насаждать сюда, на руководящей должности своих людей, которые реально, начиная с примера Ульяны Супрун и другими там, Абрамовичу и третьими лицами, которые находятся у руля этих органов. И если говорить об Генеральной прокуратуре, то там не реформа прошла, там прошла профанация реформы. Почему? Особенно когда уже Рябошапка добивала это все сейчас уже госпожа Венедиктова, потому что они реально, мы теперь видим, делали то, что хотелось кому-то. Они назначили и провели аттестацию, когда Рябошапка пришла и поменял там офис Генеральную прокуратуру на офис Генерального прокурора, провели аттестацию, которая фактически была направлена на то, чтобы избавиться от ненужных людей, провести кадровую чистку под видом того, что да, они борются с теми, кто был неэффективен, они борются с теми, кто когда-то опять-таки работал при Невенковиче, у них другого нет оправдания тому, что они делают. А на самом деле мы видим, что структуры работают все хуже, хуже и хуже. Но остановитесь, в конце концов, зачем вы поувольняли прокурору при Рябошапке те, которые реально прошли большой путь, являются профессионалами и приняли поправки в закон, которые позволяют принимать на должности в Генеральную прокуратуру, в региональной прокуратуре, но они теперь вместо областных называются, лиц, которые не имеют прокурорского стажа. В Генеральную прокуратуру сегодня может попасть человек, который работал когда-то просто юристом. Это они считают, что это доступ до профессии, они облегчили. А то, что бестолковщина, беспорадность в этом полнейшая, потому что для того, чтобы работать прокурором района даже, надо знать эти азы. Должность прокурора района и должность начальника милиции района – это разные должности. Там есть свои нюансы. И каждый тот знает, как раскрывать преступления, как организовать работу по профилактике правонарушений, как организовать подразделение для выезда оперативного на место происшествия и задержать преступника, а прокурор в этом не участвует. Но он смотрит за тем, чтобы соблюдался закон, чтобы профессионально расследовалось, чтобы не нарушался закон, чтобы вовремя это все делалось. И каждый имеет свои функции, он каждый профессионально совершенствуется, оттачивает свое мастерство. И почему раньше в Генеральную прокуратуру можно было попасть только тогда на какую-то должность, когда ты прошел какую-то карьерную ступеньку профессионального роста? Потому что не имея стажа работы на низшем звене, ты не можешь пойти сразу наверх. В зарубежных странах, в той же Америке, даже адвокаты не могут участвовать в федеральном суде, если он не имеет особого допуска. Не может адвокат, который просто впервые участвует в процессе, сразу пойти и защищать или представлять интересы в суде наивысшей инстанции. Потому что он процесса такого не знает, он духа этого не чувствует. А в Генеральной прокуратуре сейчас все это возможно. И результатом этого является что? Что сейчас десятки тысяч криминальных проваджений, которые расследуют, опять-таки акцентирую, 95% всего, что тогда раньше, что сейчас, расследуют следователи милицейские, полиции, надзирают и ведут процессуальный контроль. Прокуроры, но это прокуроры, процессуальные руководители, соответственно, 36-го криминального процессуального кодекса района. Но прокурор района или прокурор области, или их заместители, они не имеют права давать указания по делам, которым процессуальным руководителем является прокурор, его подчиненный. Так выписано. Это плохо. Причин никто не говорит. А если бы была возможность и законно предусмотренное, то, что прокурор имеет право выяснять, разбираться, проводить координацию и давать оценку всему этому, вплоть до привлечения к код головной ответственности, это бы давало результат. А у нас сегодня что? Ну провели. Провели служебное расследование. Сделали выводы. Разогнать отделение милиции. Уволить таких двух идиотов, которые там стреляли, насиловали, я имею в виду, в Карлыке. Тех под стражу. Начальника милиции Винницкой области, который там знал и не координировал, снять и назначить на должность национальной полиции. И когда все это видишь и читаешь, и когда люди это все видят, говорят, вы за дураков считаете? А ведь реально, то ничего же не изменилось. Становится хуже. Почему вы не снимете эту повязку? Почему вы не принимаете реальные меры к тому, чтобы навести порядок?